Киргизии, который просто смотрел, куда мяч пошел. А мяч пошел в штангу и отскочил от нее в поле. А не в ворота, как хотелось бы, наверное, всем нам. 1-1. Продолжает транжирить свои моменты сборная Молдавии. Ничего в этом плане не меняется. Дорож, прострел. И вот здесь-то как можно не попасть Сидоренко, если чего хватает. Давайте смотреть. Я, честно, даже не понял. Там, по-моему, метра два до ворот было. Опять ошибся защитник, прерывая эту передачу. Он ее прервал, но остановить мяч толком не смог выбить. Смотрите. Ну и вот, как здесь можно было-то не попасть в створ? Как минимум. Ладно бы еще попасть в голкипера, я понимаю, но... Да. Два супер-момента не реализует сборная Молдавии подряд. Ну а как можно рассчитывать на победу, когда вот такие мячи забивать? Сколько нужно таких эпизодов? 10-20? Это все-таки матч на уровне сборных, и вы играете, ребята, не с каким-то там 19-м дивизионом. Первая замена у сборной Киргизии. Мирлан Мурзаев выходит, и это наверняка сейчас вызовет бурю оптимизма в стане киргизских болельщиков, потому как, насколько вот опять же я нашел информацию в интернете, они считают, по крайней мере, болельщики считают его одним из самых талантливых футболистов в стране, и на него на огромный расчет. И вот сейчас как раз Мурзаев на поле появляется. Ну и у нас будет возможность посмотреть за игрой 10-го номера сборной Киргизии, и которому вот такие лестные эпитеты раздают на родине. Давида ТТ он меняет, который, ну, запомнился хотя бы как минимум тем, что поучаствовал в голевой атаке. Именно с его передачи, еще раз напомню, Вадим Харченко забил единственный мяч сборной Киргизии пока на сегодняшний момент. Долго очень уходит с поля Давид ТТ, но в любом случае это не принципиально, потому что все это время там оказывали помощь врачи седьмому номеру сборной Киргизии Каимжану Шарипову. Замена в сборной Киргизии. Вместо Давида ТТ, игравшего под номером 25, играет Мурзаев. И сейчас, по-моему, еще несколько замен в этом сборной Киргизии. Одил Бекболотов переоделся. По-моему, тоже скоро выйдет на поле. Но пока мы же смотрим в игру. 69-я минута. Дорож, Дорож. Одного обыграл защитника центрального, второй подстраховал. Ари. Единственный остался темнокожий легионер. Не легионер, а натурализованный. Болист сборной Киргизии на поле. Элайджа Ари. Антонил. Самый активный, наверное, по крайней мере, во втором тайме точно в составе сборной Молдавии. Правый фланг работает безотказно. Вот в отличие от левого, по крайней мере, во втором тайме точно повторюсь. Чуть-чуть отсутствует баланс в этом плане в игре сборной Молдавии. Патраш убирает с поля Иван Карас, выпуская Раду Катана. Еще одна замена, и вновь аплодируют болельщики. Замена в сборной Молдовы. Вместо Артура Патраш, игравшего под номером 18, играет Раду Катан, номер 17. Георгиев. Сразу же Катан вступает в игру. Дорож бьет, угловой будет. Попадает в ногу на центральному защитнику Артуру Молоджанову. Угловой. Ну, в первом тайме два хороших момента имели с углового в футболистой сборной Молдавии. Проведет ли сейчас замену Тергизы или нет, или после уже. Готов уже выйти на поле Бекболотов, но будет это, правда, уже после углового. Подача на ближнюю штангу. И что? Еще один, еще один угловой, но уже с другого фланга. И по-прежнему не выпускает Бекболотова. Сергей Дворянков, видимо, наверное, считаю, что он не особо полезен будет сейчас, именно в этом эпизоде, для своей команды. Подача. Отбились киргизы. Антонюк на левом фланге оказался сейчас. Контролирует мяч. Еще. Подача. Вот там никого нет, там как раз и должен был быть Антонюк. Отпускает мяч гости за линию поля. Вот сейчас можно провести замену. Выходит Бекболотов вместо Вадима Харченко. Автора забитого мяча убирает с поля. Главный тренер сборной Киргизии. Все это происходит под раскаты молнии. Я же не знаю, раскаты грома, наверное, а молнии как? В общем... Не подобрал я слова. Под шпушки молнии, наверное, так будет правильно. Проходит эта замена. И можно возобновлять игру. Сколько? 20 минут до завершения матча. Еще уйма времени. И можно еще выигрывать ее даже. И крупно выигрывать. Если реализовать свои моменты. А можно и проиграть. Сидори. Играет Адил Бекболотов, номер 6. А вот вновь в поле сборной Молдавии. Жордан. Сидоренко. И вновь отбиваются Киргизы. Ну и вот сейчас смерзает. Мурзаев, простите. Главная надежда сборной Киргизии в атаке. Едва сейчас не получил эту передачу. Партнера. И еще на замену Ивана Караса. 11 номер выйдет на поле. Максим Антонек. Ну а пока сборная Молдавии атакует. Сидоренко. Рикошет. Но рикошет в пользу сборной Молдавии. Максим Антонек и Александр Антонек. Могут одновременно оказаться сейчас на поле. Если вдруг не поменяет один другого. Ивана Караса. Антонек. Антонек. Дорож. Добрали мяч Начинает атаку Киргизы И нарушение правил Георгиев не прав Да, будут у нас два Антуника на поле Александра Дедова меняет Иван Карас Это как раз следствие, наверное, скорее всего того О чем мы говорили Что правый фланг работает у сборной Молдавии В втором тайме, в отличие от левого Слева уже давно ничего хорошего Не сооружали футболисты сборной Молдавии И все атаки идут через фланг Антонюка С подключением Антонюка А левого, слева, откровенно Ничего вообще не получалось Во втором тайме, повторюсь, потому как в первом, на мой взгляд Дедов был один из лучших А вот во втором почему-то поменялось все И вновь правым флангом идет вперед сборная Молдавии Вновь Антонюк несется вперед Обыгрывает одного Обыгрывает второго И делает передачу И Дорож бьет в перекладину И... Сидоренко опять не попадает в пустые ворота Я с вашего позволения взял паузу Потому что, ну, хороших и таких литературных слов уже нет На самом деле Как это все охарактеризовать Огромное количество моментов Штанги, перекладины и прочее-прочее И тем не менее еще по-прежнему 1-1 Давайте смотреть Это момент был имени Антонюка Который великолепно здесь все сделал Троих на себя собрал И передачу прямо на Дорожа выдал И вроде бы все правильно Дорож делал Но... А вы знаете, я поторопился Сказал, что Сидоренко не попадает в пустые ворота Судя по тому, что назначен угловой Значит, все-таки защитник опередил Нападающего сборной Молдавии Просто огромное количество моментов Уже обстучали штанги, перекладины Можно начинать Подавать этот угловой Идет подача Вновь подхватывает мяч Катан На этот раз снизом И с тем же успехом Третья попытка будет или нет? Будет Вновь низом И вновь попадает в защитник Катан Трижды подряд не смог навесить штрафную Ну, еще четвертая могла сейчас попытка быть Но, правда, ау Усиливается дождь Все сильнее и сильнее льет Ну, думаю, что футболисты могут этого даже не замечать Антонюка опять пошел в обыгрыш на двоих Падает, но молчит свисток украинского рефери Мурзаев Боролся сейчас В двух ногах собственных Вот он, Мурзаев Легко его обезмячивают Восьмая минута Счет 1-1 Еще один момент и 2-1 Так и забивают все-таки Евгений Сидоренко Делает дубль и забивает второй мяч ворота Киргизии Но это логично Так это должно было случиться Рано или поздно И это случается С Н-11 Как хотите, попытки Все-таки второй мяч ворота Киргизии посылают молдаване Должен радоваться Иван Карас Но по нему пока особо это не заметно И Иван Тестемица Но он больше, по-моему, пока Эмоциями руководствуется Давайте еще раз смотреть И, конечно, символично, что гол пришел с правого фланга Правда, там оказался в роли распасовщика не Антонюк Антонюк, правда, начинал эту атаку Ну, а голевую передачу отдавал Дорож Ну, и здесь уже Сидоренко не имел никаких прав промахнуться 2-1 Это уже получше Георгиев Ну что, есть какие-то еще варианты у Сидоренко? Сергей Дворянкова и его игроков По-второму Во второй раз, как отыграться Жордан Антонюк На эту передачу на Дороше уже не проходит Ну, молодец, Дороше поборолся И заставил Киргиза мяч ваут выбить Ну, по-прежнему владеют мячом футболисты сборной Молдави Отсадь сейчас Но уже, конечно, чуть-чуть сейчас Паузу небольшую тоже взяли Потому как Понятно, что тяжело, наверное, вот в таком темпе Который в последние минуты демонстрировалась Боя сборная Молдавии действовать все 90 минут Учитывая, что тем более, что сейчас еще Межсезонье в Молдавии И, наверное, все-таки игроки находятся в суперидеальной форме Но другое дело, что у нас такое короткое межсезонье, что Особо и потерять-то форму не успевают, наверное, футболисты Еще раз нам показывают тренерский штаб сборной Молдавии Иван Тестимецан и Иван Карас Повторюсь, думаю, что не раз они еще, я так думаю, пересмотрят диск Сетус этой игрой И какие-то для себя заметки будут делать Отмечать плюсы и минусы И над чем следует работать Кого, может быть, следует попристальнее Почаще вызывать в национальную сборную Кому там, может быть, на данный момент, по крайней мере, не место Это, естественно, только им решать Что-то, может быть, они расскажут на пресс-конференции Но особо, думаю, не будут много говорить Потому что товарищеский матч И выводы какие-то там далеко идущие Глобальные вряд ли последуют после этой игры Антонюк Дорож Дорож убегает И смотрим, где Сидоренко Попытался Дорож сейчас копию своей голевой атаки повторять Не своей голевой, а голевой сборной Молдавии Ну вот что и что-то рисует на полях Тем временем пока Сергей Дворянков У него какие-то там свои заметки По сегодняшней игре Все, похоже, близко к тому, что Пятиматчевая беспроигрышная серия сборной Киргизии Сегодня может завершиться И близкие сейчас опять Молдаване были к забитому мячу Вовремя выходит голкипер сборной Киргизии Ну и вот Есть ли какой-то еще потенциал у киргизской команды Чтобы пойти вперед Ну вот что вот это за пас Ну давай, Мурлан Мурзаев Мирзаев, простите Не особо Опять пока получается У десятого номера сборной Киргизии Может быть в этом и кроется причина Почему он начинал эту игру На скамейке запасных Может быть не совсем пока идеальная форма у него А мы пока смотрим сборную атаку сборной Молдавии Сидоренко Дорож Дорож может сам решать Дорож под левую, под правую Бьет и Под перекладину мяч летел И здесь с этим ударом уже справился голкипер Ну долго очень готовил себе этот удар Дорож Перекладывал мяч под одну ногу Потом передумал, вернул под правую Обыграв по пути еще и защитника Уложив его на газон Угловой Какая там 84-я минута 2-1 сборная Молдавии Выигрывает у сборной Киргизии В товарищеской игре Подача Ну а тяж забирает еще одна замена у Киргизов Турсунали Рустамов появится сейчас на поле Очень долго-долго-долго думают Как начинать эту атаку Сидоренко получает по голове От двористов сборной Киргизии И увидел это Александр Дердо А я не удивлюсь Скорее, наверное, все-таки ему даже лайнсмен подсказал Что было там нарушение правил против Нападающего сборной Молдавии Можно пока замену провести У Киргиза Убирает последнего своего натурализованного легионера С поля Сергей Дворенков Элайджа Ари Уходит с поля Уступая место Турсунали Рустамову Ну а Молдаване тем временем готовится Опасный штрафной выполнить Я думаю, что если, конечно, закончится матч таким счетом Это будет достаточно справедливо Можно спорить о том Наиграла ли на кровную победу сборной Молдавии или нет Наиграла ли вообще на победу Думаю, что То, что победа Логично хозяев именно в сегодняшнем конкретном матче Я думаю, что вполне Вряд ли кто-то будет спорить Даже, наверное, киргизские болельщики Если посмотрят эту игру Вряд ли Будут сетовать на то, что им не повезло Еще один момент Еще один удар Символизируют игроки сборной Молдавии Что мяч попал в руку кому-то из защитников Но показывает украинский рефери жестом Что нужно продолжать играть И продолжают играть киргизы Начиная свою атаку Небольшими силами Которая очень быстро и заканчивается Антонюк Антонюк Вот на этот раз справились с его фланговым лейдом Конечно, потрепал он просто Антонюк сегодня потрепал во втором тайме Особенно потрепал оборона Сборной Киргизии Там не позавидуешь Крайним защитникам Оффсайта Сидоренко Ну а левый фланг по-прежнему не особо работает И Дедов Подустал Еще до замены После замены Не сказать, что радикально поменялась игра Антонюк Нет, не последний Еще 87-я минута идет Похоже, что с заменами все или нет Нет, зовет к себе кого-то из своих игроков Еще Сергей Творенков И, похоже, Киргизия еще вообще будет Замену проводить Это 19-й номер Азиз Садыков Внимание Информация для аккредитованных журналистов После матчевая пресс-конференция Виктору по стадиону уже зовет журналистов на пресс-конференцию А вот в каком тоне будут говорить наставники Зависит, наверное, от ближайших как раз 3-4 минут Последних Я думаю, что, естественно, если спасется Киргизия во второй раз сравняет счет И как минимум не проиграет сегодня Я думаю, что Сергей Творенков будет доволен этим результатом Ну и, соответственно, естественно Если вдруг сборная Молдавии упустит победу Уверен, что, конечно, Иван Карас будет расстроен Потому что по такой игре, по такому течению матча Упускать победы нельзя Даже если это матч товарищеский Нигай, мы опять подзабыли про него Но он тоже на поле Он тоже играет Танюк Это Максим на этот раз подавал в штрафную С левого фланга Галкипер сыграл По-моему, опять прекратился дождь К концу матча Ну, это хорошо Кому-то нужно еще домой идти со стадиона Нашний раз тоже мокнуть вряд ли хочется 89-я минута Передача туда Где вообще никого нет из сборной Молдавии Должны быть, да, но нет Георгиев Антонюк Александр Антонюк Катан Опять Антонюк Дорож Дорож тут всех обмануть хотел Не получилось Мирлан Мурзаев Вот он Включает скорость Несется вперед И очень просто его Легко, я бы сказал, изящно Пасмак обезмячивает Проводит последнюю замену Наверное, на сегодня На остальных сборной Киргизии И последнюю не по регламенту А потому что времени просто нет Убирает с поля капитана Руслана Садыкова И выпускает Азиза Садыкова Честно говоря, не скажу вам Родственники ли они Или просто однофамильцы Ну, наверное, однофамильцы Судя по тому, как они Достаточно Безэмоционально Друг друга Хлопнули по ладошке При замене Потому что В случае Будем у них поторожать И, наверное, было бы Это все-таки более трепетно Обстояло бы это зрелище Вместо Руслана Садыкова Игравшего под номером 4 Играет Азиз Садыков Номер 19 Нарушает правила Сидоренко Заплетает он ноги сейчас Защитников сборной Киргизии И все это на последней минуте Даже на последних секундах Основного времени Сейчас узнаем Сколько добавят украинские рефери А сколько добавят Не вижу я почему-то таблички В руках у Руслана Мунтиана У Дмитрия Мунтиана Резервного арбитра Сегодняшней игры То ли он опоздал То ли, может быть, я опоздал Нет, сейчас будет Сейчас узнаем, сколько добавляет